ну интересно черешня в сибири найдите среды болезни немножко пропускаю где-то затрагивает эту тему вот это мне писали фотографию лента обмотать обмотана и наверное там была на на трещина и кто таким путем пытался лечить сгниет вот просто я не не вижу не видя текста не знаю как реагировать на эту фотографию ну на всякий случай говорю как бы какая бы ни была рана но эта пленка я добьет это саженец а это мой саженец еще раз о пользе низких прививок еще раз представьте себе что когда вот это вот погибла культурная у нее номер я рассказывал о ней маленько по моему других кино груша номер 20 это уже я знаю раз нет фамилии в этой груши значит это кто-то слямзил на учебном саду пошло по рукам дошло до меня до сибири вот здесь вот видите бирканы написано номер 20 и думаю но она дала одну грушу вкуснейшую думать что переродилась по двое оснований нет сильно вкусная скорее всего да так по моему сейчас только увидел мы вам покажу вместо прививки точно покажу вот она видно вот она вместо прививки то есть погиб основной ствол но прививка была сделана так низко так низко что у меня получилось спасено целое дерево оно единственное у меня целый сорт прекрасный сорт я по одной груши сужу но вкуснее не ел представляете вкуснее не ел и так я призываю вас сделать низкие прививки это раз смотрим дальше учеба постулат железово чем ниже прививка тем больше а биологическая совместимость морозостойкость многие этого не знают потому что мало того что делают штамбы высокие так еще и заставляет людей прививать высоко иммунитет долгожительство урожайность качество плодов подробнее мы все это разбирали в 177 вебинарах но еще раз я теперь сделал крупный план почему я люблю поговорить не отнимешь смотрим сюда что это за ветки вот это ветки нормальные вот здесь была почка вот здесь была почка так еще раз это та же самая фотография вот здесь вот видно прививка ниже это культурная часть на прививка очень близко знаете какую зону определил 100 миллиметровый наш друг гений я все время с уважением называю человека который заслужил гений не назначили гения а он гений кстати мы как подходили носа бога пара я писал чем ближе к месту прививки тем а он писал 100 миллиметровый зону есть разница а так вот если это место прививки то вот это понятно это далековато вот здесь взять веточку и взять веточку вот у меня еще есть эти веточки только не одну не продал вот почему испытателей не осталось обыватель выбирает то что в моем же из моих же ну то есть более привычные лесную красавицу выбирают гигант подмосковью выбирает понятно народные фильмы выбирает а вот эти веточки это для испытателей а среди нас они как-то больше не становится а вот это 50 на 50 возможно это химера что такое химера если хотите получить вот у меня получилась красивая ну 150 граммовая груша так ну не сфотографировала она одна была сил но это будет практически копия практически если я возьму веточку привью на другую опять же родственницу вот такого подвое получим то же самое что так мы же про прививки говорим не про это как как меня обозвали обман и мошенничество когда в этом там понятно там речь на семена а здесь гарантия железо вот хотите такой же вид вот тут а вот это и есть химера латинком молодец он более точно определил зону я писал как можно ближе к месту прививки а у него получается 100 миллиметров это длина двух коробков спичек вот так показывает на экране а меня не видно же руки руку не видно ладно и так вот это химера вот здесь надо ждать чудес химера недолговечна у него может быть страдать морозостойкость иммунитет что угодно она могла родиться не из вот это же из почек а вот это могу из клетки из клетка опасная вещь я уже подхожу к мнению еще немного могу пока сказать виде гипотезы у меня же как постулат это сто процентов а это пока гипотезы все что мы называем химеры родилась не из почек а из клеток а что такое разница между почкой клетки это извините это другой раз вот это примерно как тот анекдот помните мы заканчиваем разговор это когда профессор принимает экзамены выскакивают ошпаренные студенты 22222 остается один последний шансов 0 как все не учил дочь прохватил заходят и вдруг профессор ему дает спасательный круг но дочек ответит только на один вопрос подавайте зачетку тройкой пошли нахрен вот вряд ли вы что-то знаете только на один вопрос пожалуйста профессор отвечу что такое морское большое воздухо дышащие млекопитающие животное но уже поняли что это он спокойно печатаешь он понятия не имеет биология же кто ешь и изучал говорит это шестиногий 7 рук у профессора очки выпали а что это а это второй вопрос профессор и протягивает зачетку так вот вопрос про почка это вот эти стопроцентные почки эти 50 процентов может быть почка а может быть химера и вот эти химеры заслуживают отдельного особого разговора этого надо посвидеть и не просто посвидеть помните я как говорил новое качество проявляется на грани замерзания на грани выживания точнее но замерзание это прежде всего целый институт должен быть в сибири посвященных химерам именно химеры закрепленными свойствами дадут возможность совершать чудеса это знаете это это есть продолжение вектативной гибридизации но все что я говорю это пустую поместали идем дальше у нас заканчивается вебинар я уже все объяснил и и Субтитры создавал DimaTorzok